Спасибо большое за то, что пригласили меня. Также спасибо за презентацию. Я возвращаюсь к ПСМА и террористике при помощи этого препарата. И также к прецензионной нуклеарной онкологии. Я не собираюсь повторять то, что уже говорили. Я пропущу эту часть. Я на чем-то другом остановлюсь. Как ядерная медицина влияет в области террорностики на рак простаты. И в настоящий момент радиолечения, но также терапия с использованием ПСМА. Я не буду касаться радиотерапии, потому что существует возможность использовать радиотероностику с содиом хлором. Два года назад я опубликовал, и мы все уже слышали, что есть золотые стандарты множественного ПСМА, трейсеров. И также в коммерческом использовании они существуют. И также исследования от нескольких коммерческих компаний. Когда мы думаем о раке простаты и диагностике, мы должны думать, что мы хотим от этих трейсеров. Нам нужно липофилосити, или же раки, выделение почек, что нам нужно накопление, и как мы модифицируем эти трейсеры. Уже было сказано, но я скажу еще одну вещь. Это энзим, у которого есть две функции. То есть было открыто это 25 лет назад в Нью-Йорке. И было применено в клиническом использовании около 10 лет назад. Но это великолепное исследование, где показали роль одиночной транспортации глотомата и других рецепторов. И на всех разных уровнях, к сожалению, у меня нет времени, чтобы это объяснить более детально. Это мир сейчас того, что мы используем. Мы вот здесь вот в желтом показано, что мы используем. У меня есть личный опыт. Йод-меченый и фтор-меченые элементы и развитие этих соединений. Было сказано двумя способами. Также инвиво накопление, возможно, которое коррелирует с накоплением ПСМА. И если мы посмотрим на значения, теоретических каких-то значений, невозможно их сравнить с реальностью. В реальности же мы видим разные другие совершенно способы ПСМА. И мы видим, что другие нарушения были детальны по сравнению с другими исследованиями. Поэтому мы провели метаанализ. Самое важное, вот это вот цифры, которые мы получили из Германии. Вот вы видите ПЭТ и МРТ. Очень высокая точность при диагностировании первичного ракопростаты. Австральские мультицентровные исследования были проведены. Вот показаны результаты. Размер круга отражает, вот этих кружков отражает, вариабельность или неопределенность, что было связано с этими исследованиями. Но вообще корреляция достаточно четко. Это было показано также и новыми публикациями итальянской группы в европейском журнале. Некоторые случаи давайте разберем. Я покажу, где может использоваться фторхолин. Это стандартные случаи. Здесь посмотрим на метастазы в печень. Мы разработали определенные критерии для радиологического лечения. Когда имеются вот такие поражения, мы не речим о висцеральной метастазе. Очень часто мы видим вот такие рецидивы. Как в Европе, так и в Финляндии. Я буду говорить о прецензионной ядерной онкологии. Если мы находим такие экзотические находки. Вот этот очаг был пропущен моим коллегам в Соединенных Штатах и Финляндии. Это 3 миллиметра. Очень маленький очажок. Но потом он стал пальпируемым. Хирург направил пациента. Хирург удалил очаг. Была сделана иммуногистая химия. И определилась экспрессия ПСА. Типично. Какова же разница? Было уже упомянуто, что золотой стандарт – это втрорхолин. Затем мы сделали исследование с галлием. Это то, как мы оценивали, визуализировали этого пациента. Как мы отбираем пациентов. Распространение, например, с помощью ФТОР-маркировки. Это один из примеров. Здесь представлена четкая информация на МРТ. Мы можем найти маленькие очажки и затем провести клеточную диагностику. И сравнить первичную опухоль, если это рецидив. Затем давайте посмотрим на ЛТЦ-177. Существует два способа использования данного радиофармацевтического препарата. Мы оцениваем также период полураскада и частоту самого препарата. Что касается дозы. Мы используем дозиметрию, основанную на количестве вакселей пациента и визуализации всего тела. Но очень важно, вам необходимо выполнить количественную аффект. Необходимо выполнять исследование очень точно. Это лимфоузлы. Это мочеточник. Что происходило с пациентом, представлено на этом графике. Это уже был третий рецидив. Вот этот очаг оставался. И пациенту необходимо было дальше продолжать лечение. Немецкие кривые. Это данные мультицентрового исследования. Вы уже видели очень часто вот такую диаграмму с первым циклом. Мне было интересно посмотреть на ранний ответ и на первые циклы. Если это лечение эффективно, если у пациента имеются симптомы. Затем данных пациентов продолжали наблюдение за данными пациентами. Мы разработали определенные критерии, систему мониторинга за лечением, интернет-систему для контроля за пациентами. Это вот как выглядит система скоринга, система набора очков от нуля до трех. А вот как раз эти пациенты, когда мы наблюдаем за ними, используя вот эту интернет- или веб-расположенную систему. Если, например, все выглядит зеленым, то это значит, что у пациента все хорошо. То есть цветовое кодирование мы также ввели. А вот здесь показан хороший ответ пациентов на терапию. Но позже у этого пациента появились побочные эффекты. Мы наблюдаем за пациентом. После каждого цикла. Но иногда вы видите четкую разницу, как вот здесь, между первым и вторым изображением. Это после шести циклов существенное изменение значения ПСА. Но очень важно, что вы можете использовать ПЭТ, количественное ПЭТ. Оно существует различные критерии, множественные критерии. Также, конечно, если это работает, не только ПЭТ, но еще контроли биомаркеров. Было опубликовано две статьи в отношении двух пациентов. Один пациент, вот этот, у него уже произошло 17 лет. И затем, потом произошел рецидив. Назначено было лечение с помощью ПСМА. И до сих пор сейчас пациент жив. Я также опубликовал статью, ну, не намеренно об этом лечении. Это была инициатива пациента. Один пациент был из Швеции. И он попросил опубликовать данные. Но затем пациент пришел ко мне буквально с камерой. Я вот до этого не знал, какой будет результат. Он чувствовал себя очень хорошо. Это ситуация до назначения лечения. Затем назначили лечение. Затем контроль с помощью галлия. Было упомянуто в статье, в названии статьи, что пациент практически в Финляндии. Когда он приехал в Финляндию, ему вернули его жизнь. Как получил свою жизнь назад. Затем была опубликована еще одна статья в Финляндии, в моей родной стране. Это один из примеров. Пациент с метастазами в кости. Достаточно серьезное диссеминирование заболеваний, а также висцеральные очаги. Мы сделали с галлием исследование после четырех циклов. Пациент вообще с помощью лечения с ПСМА прошел семь циклов. И вообще было просто изумительно, экстраординарное излечение. И еще вот здесь случай. Два больших метастаза в печень. Здесь и на этом снимке. Это посмотрите, как в течение времени после применения циклов ПСМА, как уменьшался этот метастаз. Еще один пациент. Это тоже шведская статья. Это из веб-сайта. Это оригинальная, изначально, извините, ситуация. Впечатляющие. Заболевание метастазировало в лимфоузлы. Здесь также обозначено объем опухолей. Затем лечение. И как изменялась концентрация ПСМА. Один пациент. Что происходило здесь? В 85 лет. Затем он произошел рецидив. Но мне не очень хотелось лечить этого пациента, потому что располагались эти очаги в межкишечном пространстве. Мы здесь видим, вот такие очаги располагались. И симптомы, симптоматика, которая была у этого пациента, она напоминала панкреатит. Он не мог вообще не мочиться. Затруднена была дефекция. Но после лечения ситуация улучшилась. Изумительно на самом деле произошло изменение его качества жизни после лечения. Пациент с метастазами в легкие. Это с Галлием. А давайте посмотрим на это. Через 24 часа мы сделали ОФКТ. Этот пациент получил 3 курса лечения. В зависимости от конкретного пациента, например, если стадия 4, я делаю интервал 4 недели и увеличиваю дозу. То есть мы подходим индивидуально к каждому пациенту. Количество циклов может быть разное. Два цикла, а самое большое количество циклов, которые я назначал, это было 11. Мой опыт с ЛТЦМ-177, это 400 терапий я назначала с данным РФП. Еще интересный случай. В самом начале, как происходит распространение Галлия и как распространение Флора происходит при введении. А здесь мы смотрим уже, что произошло через 6,5 лет. А что происходит вот здесь? Вот это накопление. Это последовательность, которая выглядит подобным образом. У этого пациента было распространенное заболевание. Если мы сравним с изображением ОФКТ, ЛТЦМ и РФФТОР, первое лечение, второе лечение. У пациента появилась боль в глазу, сделали биопсию. Биопсия была отсюда сделана. А это гистологическое изображение. Радужка. Было сделано исследование непосредственно радужки и произошло. А затем мы сделали исследование на экспрессе ПСМА. И оно оказалось положительным. То есть это был метастаз рака простаты в сосудистую оболочку, в частности в радужку. Эффективность. Давайте поговорим об эффективности лечения ЛТЦМ. Это метаанализ, сравнение третьей линии лечения с... Это те данные, которые были доступны. 669 пациентов после ПСМА-терапии. 1300 пациентов. Это уже третья линия терапии с использованием абиратерона и химиопрепаратов. ПСМА. Достаточно дорогостоящие исследования, но ПСА снизилось на 50%. И это наблюдалось в 44% случаев при использовании терапии с ЛТЦМ. Имеются определенные доказательства, но нам необходимо продолжать проводить проспективные рандомизированные исследования. Это терапии с лекарствами. Терапии с лекарствами. Он эффективен. Низкие дозы. Отсутствие практически токсических эффектов. Я... Вот это как раз фотография, которая была сделана на конференции, посвященной данным вопросам. Мы также изучаем и проводим исследования в отношении использования ЛТЦ-177 с ПСМА. И проводим дальнейшие исследования. Это случай в Эстонии. Я как раз там был. И опубликовал там работу. Это происходит, когда, например, вот, когда мы совместим вот с такими случаями. Нам необходимо знать, что эффективность периода полураспада, это облучение критических важных органов. Но различные органы ведут себя по-разному. Это абсорбирование дозы в различными органами. Мы работаем в данном случае с радиомиксом. Очень важно понимать этот момент, когда мы говорим о использовании альфа. Также в Хельсинки совсем недавно произошла конференция, проводилась в отношении терраностического подхода терраностика. Там говорилось о том, что 31 мая празднуется день терраностики, потому что в 1941 году была впервые высказана эта идея господином Хертсом. И затем еще его дочь, Барбара Хертс, опубликовала эту статью о своем отце достижениях. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что информация была полезной. Спасибо большое за прекрасную презентацию. Я хочу задать один вопрос. Какова же разница между ПСМА-617 и... Необходимо сказать, что нет существенной разницы, что касается дозы абсорбирования почками. Ну, у некоторых людей это происходит. Практически таргетная способность одинакова у обоих РФП, которые были упомянуты. Спасибо большое. Хочу поздравить. Прекрасная презентация. Прекрасная. Я узнала, в общем-то, очень интересные вещи. Вы не упомянули, может быть, я пропустил, используется ФДГ при отборе пациентов. Если, например, ФДГ положительное, и в случае агрессивных опухолей, используете ли вы ФДГ или нет? Нет, мы это не делаем. Обычно мы делаем АА1-ПСМА, исследуем и хлорид натрия используем. Вот эти тесты для отбора с пациентами. Поскольку костные метастазы на это не реагируют, только происходит накопление в костном мозге. Мне хочется сосать такую систему интерфейса, как можно различать те очаги, которые накапливаются в костях с использованием РФП, и те очаги, которые можно визуализировать на уровне костного мозга. Нам не особенно позволяют использовать три РФП, потому что они вообще на самом деле дорогостоящие. Но если мы можем пропустить ФТОР, мы знаем. Я согласен с вами, что, например, в Австралии они используют вот этот метод, но мы все-таки не используем. Я показывал вам мета-анализ, который был проведен в Австралии. Два случая. Первый случай с выраженными метастазами в кости. Другой без метастазического поражения костей. И вы лечили с помощью ПСМА. Это был ФТОР отрицательный. Я пропустил что-то. Вот эти пациенты. В самом начале вы упомянули. Очень выраженное поражение костей, а больше ничего. С ПСМА мы в основном лечим поражение костей. Это был один пациент, который изначально лечился с другим препаратом, а затем он рецидивировал. Но у этого пациента было такое небольшое проявление висцеральных очагов, практически незначительное. А 200 кубических сантиметров – это было поражение костей и вовлечение лимфатических узлов. Может быть, я пропустил. Очень много было сказано о солидных очагах. И создалось такое впечатление, что вы эти солидные метастатические очаги также лечили с помощью ПСМА, маркированной лютецией. Но я немножко изменил свою презентацию. Порядок предоставления слайдов. Я знаю, что существует еще что-то. Это не только лютеция. Это может быть не просто действие самого лютеция, как само по себе, а также активация, возможно, иммунной системы. То есть существуют еще какие-то другие факторы. Какое ваше мнение в отношении комбинированной терапии лютеции для висцеральных метастазов, лечения висцеральных метастазов, метастазов в лимфоузлы и метастазов в кости. Я еще четко не сформировала свое мнение, поскольку проводятся исследования в Европе в частности. Момент следующий. Все необходимо сделать для пользы пациентов. Но ученые еще четко не уверены, будет ли от этого польза. Поэтому проводятся исследования. Продолжение следует...